Асим ибн Сабит Кто собирается воевать, пусть сражается, как Асим ибн Сабит. Мухаммад ибн Абдуллах, салляллаху алейху ассалям. На битву с пророком, салляллаху алейху ассалям, при уходе курайшиты выступили все вместе, включая всех правителей и рабов. Ненависть переполняла души курайшитов, а кровь кипела с жаждой отомстить за своих соплеменников, убитых при Бадре. Курайшиты не ограничивались мобилизацией всех мужчин, а взяли с собой также отряд женщин, чтобы вдохновлять воинов на бой, поддерживать в их душах боевой пыл и крепить решимость героев в моменты возможной слабости или утомления. Среди выступавших в поход женщин была жена Абу-Суфьяна Хинд бинт Удба, жена Амра ибн Аль-Аса, Раята бинт Мунаббих, Суляфа бинт Саад со своим мужем Толхай и тремя сыновьями Мусафья, Аль-Джуласом и Келабом. Кроме них в походе участвовали и многие другие женщины. Когда две армии встретились при Ухуде и завязалось жаркое сражение, Эйнд бинт Удба и другие женщины собрались за рядами воинов и начали бить в бубны, распевая, «Если вы будете храбро сражаться, то мы обнимем вас и приготовим для вас ложа. Если же вы повернёте спиной к противнику, то мы разлюбим вас и навсегда расстанемся с вами». Этот гимн женщина разжигал в душах воинов, боевой пыл оказывая волшебное воздействие на их мужей. Когда закончилась эта битва, в которой курайшитам было суждено одержать победу над мусульманами, опьянённые военным триумфом курайшитские женщины с восторженными криками бросились рыскать по полю боя, творя беспримерные надругательства над телами убитых мусульман. Они вспарывали им животы, выкалывали глаза, отсекали уши и отрезали носы. Более того, одна из них, находясь в состоянии ярости, сделала себе ожерелье и серьги из отрезанных человеческих носов и ушей в отмеску за убитых в битве при Бадре отца, брата и дядю, и нацепила на себя эти страшные украшения. Однако Сулафа бен Саад была озабочена совсем другим, чем её сверстница из курайшитских женщин. С тревогой и беспокойством она ждала встречи со своим мужем или хотя бы с одним из её троих сыновей, чтобы всё разузнать и разделить радость победы с другими женщинами. Её затянувшееся ожидание оказалось напрасным. Тогда она, углубившись в свои мысли, пошла по всему полю боя, рассматривая лица убитых. Наконец она обнаружила бездыханное и окровавленное тело своего мужа. Подобно разъярённой львице Сулафа металась во все стороны, разыскивая своих сыновей, Мусаефа, Келаба и Аль-Джласа. И вот на склонах Охода она увидела распростёртые тела своих детей. Мусаефе и Келаб были мертвы, а Аль-Джлас ещё слабо дышал. Сулафа припала к находящемуся при смерти сыну, положила его голову себе на колени и начала обтирать кровь с лба и губ. От ужаса произошедшего слёзы высохли в её глазах. Приблизив своё лицо к сыну, Сулафа спросила, «Кто сразил тебя, сынок?» Он попытался ответить ей, но предсмертный хрип помешал ему сделать это. Она продолжала снова и снова задавать этот вопрос, пока, наконец, не услышала в ответ, «Меня сразил Асим Ибн Саббит и моего брата Мусафия». И тут Аль-Джлас испустил последний вздох. Сулафа обезумела от горя, и её вопли разнеслись над пулем боя. Именами Лата и Уза она поклялась, что прекратятся её муки и высохнут слёзы только тогда, когда Курайшиты отомстят за неё Асиму Ибн Саббиту и принесут его череп, из которого она и запьёт вина. Затем Сулафа пообещала, того, кто пленит, убьёт или принесёт ей голову Асима Ибн Саббита, вознаградить любым количеством денег. Когда эта новость распространилась среди Курайшитов, то каждый мекканский юноша стал мечтать о победе над Асимом Ибн Саббитом, чтобы принести его голову Сулафе и стать обладателем богатства, обещанного в качестве награды. Вернувшись в Медину после битвы при Ухуде, мусульмане начали вспоминать все перипетии прошедшего боя, оплакивая павших героев и восхваляя славных воинов, бившихся не на жизнь, а на смерть. Они говорили также и об Асиме Ибн Саббите, подивившись, каким образом ему удалось сразить сразу трех братьев из одной семьи среди других убитых им врагов. И вдруг кто-то сказал, «Разве в этом есть что-нибудь удивительное? Вы помните, как перед битвой при Бадре посланник Аллаху алейиссалату ассалям спросил нас о том, как мы будем сражаться?» Тогда перед ним встал Асим Ибн Саббит, взял в руку свой лук и сказал, «Если враг приблизится ко мне на расстояние ста локтей, то я буду уничтожать его стрелами. Когда он подойдет на удаление броска копья, то в него следует метать копья, затем следует отложить копья, брать мечи и сражаться в ближнем бою». «Такова война», сказал посланник Аллаха алейиссалату ассалям, «кто собирается воевать, пусть сражается, как Асим». Вскоре после битвы при Ухуде посланник Аллаху алейиссалату ассалям отправил по важному делу шестерых своих знатных сподвижников назначить руководителями Асима Ибн Саббита. Избранники пророка салляллаху алейиссалям немедленно приступили к выполнению данного им задания. Когда они были в пути недалеко от Мекки, их обнаружил отряд из племени Хузаил. Поспешив навстречу, противник окружил их плотным кольцом. Асами его спутники обнажили мечи, собираясь вступить в бой с окружавшими их врагами. Однако Хузаилиты сказали им, «Вам не по силам одолеть нас. Клянемся Аллахом, что мы не хотим вам зла и не сделаем вам ничего плохого, если вы сдадитесь нам. Мы даем вам торжественное обещание в этом». Сподвижники посланника Аллаха алейиссалату ассалям начали переглядываться между собой, как будто собираясь посоветоваться о том, что им делать. Но тут к ним обратился ассам со следующими словами, «Но я никогда не сдамся на милость язычника». И он вспомнил обещание, данное Сулафой. Обнажив меч, ассам воскликнул, «О Господь мой, я защищаю твою религию и твою веру. Не позволь же врагам твоим завладеть моим телом». Затем он в сопровождении двух своих спутников бросился на хузаэлитов. Они ожесточенно сражались с врагом, пока один за другим не погибли. Остальные сподвижники посланника Аллаха алейиссалату ассалям сдались противнику, который не замедлил совершить величайшее вероломство в отношении пленных. Вначале хузаэлиты не знали, что ассам ибн Саббит убит. Но опознав его среди убитых, они пришли в величайшую радость, предвкушая большую награду. Разве Сулафа бин Саад не пообещала, что если она заполучит ассама ибн Саббита, то и запьёт вина из его черепа? Разве она не пообещала наградить любыми деньгами того, кто доставит ей его живым или мёртвым? Уже через несколько часов после гибели ассама ибн Саббита об этом узнали курайшиты, поскольку хузаэлиты жили недалеко от Микки. Курайшитские правители направили своих гонцов к убийцам ассама с требованием выдать им его голову, чтобы удовлетворить страстное желание Сулафа бин Саад и дать ей возможность сдержать свою клятву, а также смягчить её скорбь по своим троим сыновьям, убитым ассамом. Гонцы привезли с собой большое количество денег, которыми им было приказано щедро наградить хузаэлитов за голову ассама. Когда хузаэлиты приблизились к телу ассама ибн Саббита, чтобы отделить от него голову, со всех сторон внезапно налетели целые рои пчёл и тучи ос, которые облепили тело. Всякий раз, как только хузаэлиты подходили к телу ассама, пчёлы и осы садились им на лица, жалили в глаза, отгоняя людей прочь. Когда многочисленные попытки подойти к телу оказались безуспешными, некоторые сказали, пусть лежит здесь до наступления ночи. В темноте осы и пчёлы разлетятся, и тело достанется нам. Они отошли, расположились неподалёку и стали ждать. Но как только наступила ночь, всё небо затянули чёрные густые тучи, засверкали молнии и загремел гром. С небес на землю обрушился такой ливень, подобно которому не могли вспомнить даже старики. Вода забурлила по пересохшим ручьям, бурные потоки понеслись по руслам, и водой переполнились ущелья. Вся округа оказалась затопленной. Когда расцвело, хузаэлиты отправились на поиски тела ассамы, однако нигде не смогли найти его. Тело бесследно исчезло. Бурный сель унёс его очень далеко, в неведомое место. Всемогущий Всевышний Аллах избавил невинное и чистое тело ассамы от надругательства. Его благородная голова была спасена от того, чтобы из этого черепа пили вино. Аллах не позволил язычникам держать верх над правоверным.